Добрый час! Тема нашего урока – умножение. Сегодня на уроке вы познакомитесь с новым действием – умножением. Научитесь преобразовывать сложение в умножение. Мы сюда пришли учиться не лениться, а трудиться. Работаем старательно, слушаем внимательно. Правильное питание очень важно для нашего здоровья. Правильное питание обеспечит организм запасом необходимых полезных веществ. Полезно кушать овощи и фрукты. Найдите лишний продукт в первой строке. Правильно, это гамбургер. Это вредная еда. Какой продукт лишний во второй строке? Правильно, газировка. Это вредные напитки. Что лишнее в третьей строке? Правильно, каша. Потому что остальные продукты вредные. И еще немножко посчитаем. Назовите число, которое на 8 больше, чем 21. Уменьшите 56 на 20. 36. Найдите разность 54 и 40. 14. Назовите число, которое на 10 меньше 75. 65. Найдите сумму 32 и 7. 39. Увеличьте 36 на 4. 40. Поставьте полученные числа в порядке убывания. И узнайте название одного из самых полезных фруктов. Правильно, это яблоко. Яблоко – настоящая сокровищница витаминов и полезных веществ. Яблоко помогает пищеварению, укрепляет иммунитет. И, наконец, яблоки просто очень вкусные. Посмотрите на рисунки. Нужно посчитать, сколько всего яблок. Запишем результаты в виде суммы чисел. Сколько яблок в одном ряду? 5. Сколько яблок в двух рядах? К 5 прибавить 5. Сколько яблок в трёх рядах? К 5 прибавить 5 и прибавить 5. Сколько яблок в четырёх рядах? К 5 прибавить 5, прибавить 5 и прибавить 5. А теперь внимательно рассмотрим полученные выражения. К 5 прибавить 5. Что можно сказать о слагаемых? Это одинаковые числа. Сколько раз прибавляли число 5? По 5 взяли 2 раза. Это выражение можно прочитать так. По 5 взяли 2 раза. В этом случае мы можем заменить действие сложения новым действием, умножением. Это выглядит так. 5 умножить на 2. 5 – это слагаемое. 2 – число, которое показывает, сколько раз мы складывали это слагаемое. Следующая сумма. К 5 прибавить 5 и прибавить 5. Сколько раз прибавили число 5? 3 раза. Это выражение можно прочитать так. По 5 взяли 3 раза. В этом случае мы тоже можем заменить действие сложения умножением. Это выглядит так. 5 умножить на 3. 5 – это число, которое мы прибавляли. 3 – число, которое показывает, сколько раз мы прибавляли 5. Следующая сумма. К 5 прибавить 5, прибавить 5 и прибавить 5. Сколько раз прибавили число 5? 4 раза. Как по-другому можно прочитать это выражение? По 5 взяли 4 раза. Замените сложение действием умножения. Правильно. 5 умножить на 4. Давайте рассмотрим это выражение. 5 умножить на 4 получится 20. Выражение с действием умножения называется произведением. Так же называется и результат действия. Как же называются компоненты при умножении? Множитель. Множитель. Значение произведения. Знак умножения может выглядеть как точка или крестик. Этот знак можно увидеть в книге. Всегда ли можно сложение заменить умножением? Давайте проверим. Первая сумма чисел состоит из одинаковых слагаемых. Поэтому можно записать так. 4 умножить на 4. К 10 прибавить 10 и прибавить 10. Можно ли заменить сложение умножением? Да, потому что сумма состоит из одинаковых слагаемых. Запишем. 10 умножить на 3. К 6 прибавить 6 и прибавить 8. Можно ли заменить эту сумму произведением? Нельзя, потому что не все слагаемые одинаковые. А как умножение заменить сложением? 40 умножить на 2. 40 это число, которое складывали. 2 число, которое показывает, сколько раз прибавляли 40. Получим к 40 прибавить 40. Найдите значение суммы. 80. Значит, и значение произведения тоже будет 80. Попробуем еще. 9 умножить на 3. Как представить произведение в виде суммы? Правильно. К 9 прибавить 9, прибавить 9. Найдите значение суммы 27. Это же число будет и значением произведения. 3 умножить на 4. Как заменить это выражение суммой? Какое слагаемое будет в выражении? 3. Сколько раз мы будем прибавлять? 4 раза. К 3 прибавить 3, прибавить 3 и прибавить 3. Какой результат получим? 12. Вы отлично справились с работой. Наступило время подкрепиться. Утро каждого человека должно начинаться с каши. Каша – это крупа, сваренная в воде или молоке. Она очень полезна для здоровья. В школьную столовую привезли 50 килограммов риса, 28 килограммов гречки и несколько килограммов пшена. Всего привезли 100 килограммов крупы. Сколько килограммов пшена привезли в столовую? Какие слова можно взять для записи краткого условия? Рис, гречка, пшено. Нам известно, сколько привезли риса и гречки. Но неизвестно, сколько пшена привезли в столовую. Еще нам известна общая масса всей крупы. Можно ли сразу ответить на вопрос задачи? От 100 отнять 78, останется 22. Значит, 22 килограмма пшена привезли в столовую. Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями. Наш урок закончен. Пришло время подвести его итог. Сегодня вы познакомились с действием умножения. Узнали взаимосвязь умножения и сложения. Оцените свою работу на уроке. Подумайте, на какой ступени вы находитесь сегодня. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи на наших уроках, где мы обязательно узнаем что-то новое и интересное. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok